Сегодняшняя тема. Эксперименты на мышах подтвердили, что возбудителя опасной кишечной инфекции, сальмонеллеза, можно использовать для доставки в организм ферментов рибозимов, которые повреждают вирусные РНК и препятствуют тем самым размножению вирусов. Сальмонелла – хороший переносчик, так как легко проникает в клетки организма. Кроме того, бактерия выживает в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта, поэтому вводить ее можно не инъекцией, а перорально. В ходе исследования мышам, зараженным цитомигаловирусом, вводили сальмолеллу с рибозимом и сальмонеллу с инактивированным рибозимом. Была также и контрольная группа. Испытуемые второй и третий групп погибли в течение 25 дней от начала эксперимента. Мыши из первой группы прожили более 50 дней с момента инфицирования, сообщает medicine.newsru.com. Исследователи считают, что результат их работы очень важен, так как поможет вылечить широко распространенный цитомигаловирус. Большинство зараженных этим вирусом даже не подозревают об этом. У взрослых людей с нормальным иммунитетом он никак не проявляется. Но у детей, способен вызывать отставание в умственном развитии. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.